Что можешь сказать по этому дому? Алексей Толстого, 45Б. Хорошо, выясняю, перезваниваю. Значит, если там порыв, доложи, значит, когда будет он устранен и где порыв, внутри дома или на наружных сетях. Детали наболевших вопросов выяснялись безотлагательно. Не получив ответов от своих управляющих компаний, горожане обратились за помощью к городским властям и в региональное отделение Единой России. Жители аварийного дома по улице Алексея Толстого каждый год мерзнут в своих квартирах с началом похолодания. Как включать отопление? У нас то задвижки закрыты, то тепловые сети, камеры закрыты. Бьемся, бьемся до тепловых сетей, добьемся, включили, пустили нам воду, нам ЖЭУ сообщает, у вас порыв. У нас порыв, это значит, начинают искать подрядчика, снег летит, у нас приезжает бульдозер в отвор. Проблема отсутствия тепла в доме – зона ответственности управляющей компании. Сегодня в Самаре более 160 таких компаний имеют лицензии на управление многоквартирными домами. Для сравнения, в соседнем Татарстане их около 45. Маленьким предприятиям явно не под силу обеспечить бюджет, достаточный для того, чтобы своевременно выполнять работы, необходимые жильцам. Но все они предлагают людям свои услуги. Люди просто не могут выбрать вот том обилие управляющих компаний, которые обращаются к ним, предлагая свои услуги. Здесь вот муниципалитет должен помочь им, показать расклад, что из себя представляет та или иная управляющая компания. Глава города Олег Фурсов отметил, что курс на укрупнение управляющих компаний взят правительством Самарской области. И нынешний отопительный сезон станет для многих из них частом икс. Но именно жильцам предстоит решить, кому они захотят доверить свое благополучие. В городе же в этом году переложено более 24 километров теплосетей. Объем и финансирование этих работ увеличился в три раза по сравнению с предыдущим годом. Хочу всех жителей города успокоить, что с теплом в этом году проблем никаких не будет. Еще раз подчеркну, что мы переложили огромное количество сетей, Т-плюс точнее переложил в этом году, это гарантия того, что порывов будет значительно меньше. И вскрытие аварийных на дорогах отремонтированных, или на газонах, на детских площадках, если такое может произойти, их просто не будет. Будет гораздо меньше. По заверению главы города, в предстоящие выходные завершится подключение последних магистралей по улицам Аменева и Карбышева. И далее останется устранить проблемы по возможным прорывам. Марина Матвеевшина, Инесса Панченко, Григорий Плешаков. События.